Ваше отношение к трудам митрополита Антония Сурожского. Вот, да, задали вы вопрос. С собой взяли гнилые помидоры? Нет? Это ухлые яйца. Если взяли, тогда я спрячусь под стол и оттуда буду отвечать. Во избежание недоразумений. Вот сколько я его смотрел, читал. Вы знаете, что меня поразило? У него всё крутится вокруг себя. Я сказал, мне сказали, ко мне пришли, обо мне то-то, мой совет такой-то. Я отвечал. И непрерывно вокруг себя всё. Странное дело. Конечно, я не психолог, но всё-таки что-то очень подозрительное, когда всё вращается вокруг меня. Он хороший моралист. Вы знаете, он примерно такой же моралист, как вот я читал конфуцианские книги, например. Или книги стоиков. Знаете, какие интересные? Ох, какое там замечательное моральное рассуждение! Как только касается вопроса именно духовности, так странное дело. Он много говорит о любви. Он указывает на жертвенность. Он указывает на жертвенность. О, особенно, когда люди узнают. Как приобретается христианская любовь. Что это такое? Есть вещи посильнее. Открываю его, читаю, и он пишет. Мы с митрополитом Иоанном Венгландом... Это был, кстати, ярославский митрополит. Так что у вас был один из ваших бывших. А дальше послушайте. Я его цитирую. Мы стоим с митрополитом Иоанном на коленях в буддийском храме и творим молитву Иисусову. Ничего не понимаю. Это что такое? Я помню, когда в Индии был с нынешним патриархом Ильей Грузинским. Мы с ним в индуистский храм. Там зашли. Он меня хватает. Алексеевич, бежимте быстрее отсюда. Это ужас. Это сатанизм. Вот то, что мы видели, там действительно есть вещи страшные. Но неважно. Стоять на коленях в буддийском храме и творить молитву Иисусову? Что это такое? Это что это такое за номер? Я помню, когда в 1992 году до англиканский сенот англиканской церкви. Не православной, англиканской, не английской, англиканской. Принял решение о рукоположении женщин. То ко мне подошла... Это был, помню, в Москве бабка Бибисиха. Знаете, кто такой бабка Бибисиха? Не знаете, наверное. Ну, корреспондент радио Бибиси, так? И, значит, попросила прокомментировать. Я сначала отказывался, но она настаивала. Ну, хорошо. Я говорю, ну, давайте. Когда вы передадите? Вот тогда-то. Хорошо. Прокомментировал. Ну, моя реакция была отрицательной, конечно. Не передали. Через какое-то время опять ко мне подбегают. Я говорю, простите. А вы почему тогда не передали? Вы так меня просили и не передали? Ответ. Мы обратились к митрополиту Антонию, и он совсем иначе ответил. У него не было такого негативизма, как у вас. Он не нашёл здесь ничего страшного в этом. Митрополит Антоний, повторяю вам, он опытный очень человек, разумный человек. У него много замечательных советов, которые мне просто нравятся даже, советы. Многие. Которые у него я находил. Но ещё раз повторяю, как только касается вопросов духовной жизни, там их или нет, просто нет, или они совсем говорят не о том. Я помню, когда он приезжал к нам в академию. Собрали всех студентов, преподавателей, и он нам прочитал лекцию на тему, знаете, какая тема? О божественном мраке. Мы немножко недоумевали, конечно, что это такое, но особенно нас поразило, поразило, когда он в качестве примера, одного из примеров того, тех людей, которые писали, ну, верные вещи о божественном мраке, привёл нам не кого-нибудь, о средневекового раввина Моисея Маймонида, того самого Маймонида, который говорил, правильно поступили наши отцы, что распяли Христа. Нам, я помню, было не по себе. Когда издали вот сейчас его труды, я бросил, смотрите, это его выступление. Это место было изъято. Так что мне приходилось и лично, как видите, слышать. Вот, поэтому, видите, моё отношение. Наверное, вам уже достаточно ясно моё отношение. Я очень отношусь, очень сдержанно. И скажу вам так, на нашем столе, не этом, не этом столе, на нашем православном столе, столько прекраснейшей пищи, столько великолепных пищи. Не говорю там о добротолюбии. Говорю, хотя бы русских возьмите. Тихон Задонский. Игнатий Бринчанинов – это бесценные сокровища, я бы сказал бы, бесценный наставник духовной жизни. Феофан Затворник. Иоанн Кронштадтский. Амросий Оптинский. Возьмите последний – это Игумен Никон Воробьёв. Письмо Ламского старца. Бесспорные, вы слышите? Бесспорные вещи. Прекрасная пища. Может быть, будем лучше питаться бесспорной пищей? Или нам указать, а вот, смотрите, вот эти грибочки, ой, какие! Ой, вкусные! Друг мне говорят, да нет, нет, это опасные. Нет, очень вкусные. Нет, опасные. Как поступить благоразумному человеку? Полно на столе пищи. Вы знаете, мы, оказывается, все афиняне. Нам всё дать чем-нибудь новенького. Вот появится вот такой порфирий, и набрасывается на порфирия. Вот сейчас Антоний очень пропагандирует, очень пропагандирует, да. А у него-то, видите, какие там вещи встречаются? Всё совсем там не так просто. Я вам скажу так. Хороший моралист, много интересных, добрых советов. Но дух не тот. Всю жизнь он на Западе. И я вам скажу, что западный дух – это дух совсем не христианский. И этот дух, конечно же, влияет, как вы хотите, влияет на человека. Может быть, есть был один архиерей, который, так сказать, как не заразился им. Это Василий Кривошейн, архиепископ. Но он 20 лет перед этим жил на Афоне. Он действительно сумел избежать этого духа. Сумел противостоять ему. Я помню, у него в Бельгии он пригласил меня к себе, кстати, простенькая-препростенькая квартира. Это прямо аскетическая квартира. И достает одну книжку. И говорит мне, Алексей Ильич, риторический вопрос задает. Вот мне прислал мой друг по Афону, Сахаров Сафроний, книжку «Видеть Бога, как Он есть». С кипой вырезок из журналов и газет, панигерических высказываний об этой книге. И он просит меня дать ему рецензию. Ну, ответ на эту книгу. Говорит, она у меня лежит уже полгода. Я не могу дать положительного ответа. Он на меня уже обижается, но я не могу. Ух, интересно! Для меня тогда этот Сафроний Сахаров был никто. Я не знал просто ничего. Прошло какое-то время. Я там познакомился стоять на монастыре, и мне присылают видеть Бога, как Он есть. Сафроний Сахарова. Я открыл, начал читать и понял архиепископа Василия Кривошейна. Почему он не мог дать положительного ответа? Это, знаете, взлёты и падения. Взлёты и падения. Типичное вот это возбуждение крови. То, что характеризует, пожалуй, наибольшей степени вот этих католических, вот этих проповедников, экзальтированных, таких, да, и я понял, почему так Василий, владыка Василий Кривошейн так не мог так ничего ответить ему положительного. Запад, я вам скажу, это непростая штука. Дух и атмосфера, в которой живут там люди, сильны. Противостоять им очень трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова